Привет юным любителям математики! Сегодня у нас с вами тема Перевод дробей Рассмотрим самый простой случай Когда у нас обыкновенная правильная дробь и в знаменателе у нас единица с нулями 8 десятых Это наша дробь, нам нужно записать ее в виде десятичной дроби Здесь единичка и ноль В числителе 8 Дробь правильная Целая часть будет равна нулю Поэтому записываем ноль целых И ориентир для нас Это нули Сколько нулей у нас в знаменателе Столько же и знаков будет после запятой в нашей десятичной дроби 8 у нас в числителе 0 у нас 1 Значит один знак после запятой Мы смело записываем свою восьмерку Получили 0,8 Они даже звучат одинаково Единственное в чем разница Добавляется ноль целых Следующая дробь 37 сотых Все то же самое Сколько нулей Столько и знаков будет после запятой Дробь правильная Целая часть равна нулю Значит 37 Два знака у нас Два нуля Все сходится 4 сотых Следующая дробь Ориентир наш Такой же Дробь правильная Значит целая часть равна нулю Записали Дальше посмотрели Сколько нулей Нулей 2 Значит 2 знака после запятой У нас 4 цифра Только одна Поэтому вместо недостающей цифры Мы пишем 0 А 4 наша занимает последнюю позицию И 4 сотых И наша дробь 0,04 Если дробь наша как 31 десятая Записана в виде неправильной дроби Нужно выделить целую часть 31 делим на 10 Получаем 3,1 Получили целую часть И дробную часть Здесь единица с нулями Значит можем записать это в виде Десятичной дроби Целая часть у нас становится впереди Отделяется запятой от дробной Единица Здесь 1,0 Значит один знак после запятой 3,1 Следующая дробь 708 сотых Дробь тоже неправильная Значит нужно выделить сначала целую часть 708 делим на 100 Получаем 7,08 Далее записываем целую часть Отделяем ее запятой И смотрим сколько нулей 0,2 Значит два знака будет после запятой У нас 8 Ставим ее в конец Недостающий знак Дополняем нулем Получили 7,08 Это были простые случаи Где у нас сразу в знаменателе Была единичка с нулями Далее перейдем к случаям посложнее Следующая дробь у нас 1,5 Здесь не единица с нулями У нас есть два подхода Как перевести эту дробь в десятичную Первый способ Посмотреть внимательно Здесь у нас 5 А нам нужно единицу с нулями Значит для того, чтобы получить здесь 10 Нам достаточно эту дробь домножить на 2 Получим В знаменателе у нас Наша единичка с нулями Это 10,5 умноженное на 2 И 1 на 2,2 Значит можем записать эту дробь В виде десятичной Дробь правильная Целая часть будет равна нулю После запятой У нас будет один знак Так как здесь 1,0 2,10 14,25 Какая дробь, где у нас 25 Не единичка с нулями Понимаем, что 10 получить мы не сможем Но можем получить 100 Ведь мы знаем, что 25 умноженное на 4 Это 100 Достаточно эту дробь домножить на 4 И числитель, и знаменатель Чтобы получить здесь Да, здесь нам единичку с нулями в знаменателе 14 на 4 Получаем 56 И можем записать нашу дробь в виде десятичной Дробь правильная Целая часть равна нулю 56 сотых Вот с этими дробями Есть возможность поступить по-другому Можно просто разделить числитель на знаменатель Ведь наша дробь Это и есть черта деления Поэтому единицу Мы делим на 5 Целая часть у нас единичка Будет равна нулю Добавляем 0 И будет уже записываться у нас После запятой В дробную часть 10 делим на 5 Получаем 2 Вот такой вариант Есть еще небольшой нюанс Мы не все дроби Обыкновенные Можем перевести в конечную десятичную дробь Для того, чтобы нам знать наверняка Глядя только на саму дробь Можем мы ее перевести или нет Нужно обратить внимание на знаменатель дроби Вот, например, дробь 1 третья Здесь 3 Конечную десятичную дробь Можно перевести только ту дробь У которой знаменатель имеет делители Только 2 и 5 А здесь у нас 3 Значит, такую дробь В конечную десятичную Мы точно перевести не сможем Мы в результате Для того, чтобы эту дробь Представить в виде десятичной дроби Нам нужно будет выполнить деление Но мы получим Периодическую десятичную дробь Попробуем Единицу мы делим на 3 Целая часть у нас меньше, чем наш делитель Поэтому получаем 0 Отделяем запятой Добавляем нули 10 делим на 3 Получаем 3 Остаток 10 минус 9 У нас единичка Снова добавляем 0 Опять можем взять только по 3 Снова 9 Остаток 1 И сколько бы мы не продолжали деление У нас всегда вот этот остаток Будет единице равен И все время у нас здесь будет получаться 3 Значит, ребята Вот такая дробь будет называться Периодической десятичной дроби Чтобы ее записать Нужно поступить следующим образом Мы записываем целую часть Период у нас 3 Повторяется Поэтому берем в скобочки И читается эта дробь Как 0,3 в периоде Точно такая же ситуация Со следующей дробью Здесь у нас 5 двенадцатых В знаменателе 12 Можно разделить на 2 Можно разделить на 3 Да, вот двойка нам бы подошла Если бы были только 2 и 5 Но тут есть 3 Поэтому точно эту дробь В конечную десятичную Мы перевести не сможем Для того, чтобы представить ее В виде дроби десятичной Мы будем получать дробь периодическую Но то же самое Нам нужно будет выполнить деление 5 мы будем делить на 12 Целая часть меньше, чем наш делитель Поэтому будет 0 целых Добавляем 0 50 делим на 12 Ближайшее число, которое делится Это 48 Умножаем, получаем 48 В остатке у нас 2 Снова добавляем 0 20, если мы делим на 12 Берем по одному Отнимаем 12 В остатке 8 Добавляем 0 80 делим на 12 Ближайшее у нас 6 Получаем 72 И снова у нас остаток 8 И вот, ребят Мы, конечно, выполним деление Но все будет то же самое 72 мы сможем, да, только От 80 отнять Получаем снова 6 Да, снова-таки отнимаем 72 И снова у нас тот же остаток 8 И вот этот остаток у нас теперь будет постоянно То есть, получается, здесь у нас будет период 6 Следовательно, наша дробь будет выглядеть следующим образом Целая часть будет равна 0 41 сотая И 6 в периоде Надеюсь, наше видео вам было полезным Подписывайтесь на канал Приходите к нам на уроки в Альфа-школу Будем рады!